Неуставные отношения, дедовщина, неосторожное обращение с боевым оружием, суицид – это основные причины смертности среди военнослужащих в мирное время. Призвали отдавать долг родине, а в итоге груз-200 или инвалидность. Согласно статистике, за последние несколько лет в армии погибло более полусотни солдат. Из шести погибших в прошлом году официально лишь один значится самоубийцей. Как сообщили в институте омбудсмена, в большинстве таких случаев уголовные дела не заводят. Поэтому правозащитники призывают изменить закон и в первую очередь предусмотреть материальную компенсацию родственникам погибшего в армии солдата. Часто суицид среди военнослужащих объясняют семейными обстоятельствами. Пусть даже это и так, но так или иначе следствие должно быть. Кроме того, мы предлагаем норму о выплатах родителям погибших. Сейчас они ничего не получают со стороны государства. Мы же предлагаем, чтобы размер компенсации составлял около полутора миллионов сомов. Закон сегодня предусматривает материальную компенсацию только в некоторых случаях. Например, если солдат получил травму во время несения службы. В данном случае он может рассчитывать на пенсию по инвалидности. А размер ее зависит, собственно, от тяжести самого увечья и ряда других обстоятельств. Поэтому инициативу главного правозащитника страны в части внесения некоторых дополнительных норм депутаты поддерживают. Государство должно уделить этому вопросу особое внимание. Сейчас в Джоруху Кенеш таких вопросов поступает много, в том числе по поводу компенсации. Но насколько все предложения реально воплотить в жизнь, пока сказать трудно. Потому что все следует тщательно изучить. Озвучить сейчас свою позицию я воздержусь. Для начала необходимо выяснить причины стольких смертей военнообязанных. Но как только законопроект поступит к нам на рассмотрение, мы во всем разберемся и примем меры. В 2015 году из воинских частей не вернулись 10 юношей. В большинстве случаев следствие пришло к выводу, что это парни наложили на себя руки. Однако родители погибших уверенно заявляют, что нередко это не что иное, как доведение до самоубийства. Конечно, я поддерживаю инициативу изменения закона о страховых выплатах. Мы сами не раз обращались в парламент с подобными просьбами. Родители отдают своих сыновей для службы в армии. А те приходят инвалидами, либо вообще умирают. Но разве для этого они пошли служить? Наши дети идут защищать родину. А если они там гибнут, то близкие должны получить хотя бы денежную компенсацию. Теперь предложение Института Омбудсмена в виде единого законопроекта будет вынесено на обсуждение Генерального штаба и депутатов. Более того, в профильном комитете проект закона уже нашел поддержку народных избранников. Алексей Немашкал, Нурзада Сыдыкбекова, Александр Симонов, НТС.